Так, друзья, сейчас поедем немножко прокатимся, испытаем мой новый шлем. Здравствуйте, ребята, какие у нас новости? А новости у нас такие, что с понедельника открывается автошкола, надо будет заехать туда и взять часы вождения. Так что жизнь налаживается. Ребята, я думаю, к концу месяца уже сделаю права. Будет все зашибись. А сейчас я решил в магаз съездить, немножко закупиться. На неделе некогда было. Поэтому сейчас только есть возможность. Так, ну-ка попробуем. С закрытым теперь визиром, как оно будет. Я не знаю, когда про этот шлем говорят, что он типа там бесшумный или что-то такое, бред какой-то. Я еду сейчас на мопеде и я отлично слышу звук. Я даже слышу звук и нет. В общем, конечно, внешний он по кайфу. Это я сейчас про Шой GT Air 2. Внешний он по кайфу. Сидит удобно. Но вот дышать в нем, я бы сказал, трудновато. На мне сейчас волоклава. В принципе, все эти дверки открыты на максимум. Ну, дышится прям как-то немножко тяжеловато. Я привык к другому шлюму. Вот немножко даже большовато был ко мне. Хотя там и дырок почти не было, но дышалось потом намного легче. Не знаю. Может, это просто из-за того, что сильно плотный. Поэтому непривычно. Опять же, может, на большой скоростях оно и будет задувать хорошо. А вот так вот по городу на маленькой скорости чё-то пока не айс. В принципе, я с ним выезжаю второй раз в жизни. Так что надо немножко... Надо немножко попривыкнуть. Конечно, мнение может измениться. Как в позитивную, так и в негативную сторону. Я думаю, сейчас пока нет смысла его там обозревать. Как-то какие-то качества его обсуждать. Потому что еще мало поездил. Со временем, конечно, будет понятно. Ну вот я говорю, на голове он сидит отлично. Как бы внешне выглядит вообще супер. Бомба. А остальные характеристики, шумность и все такое, пока непонятно. Ох, жизнь сгибит потихоньку. У нас уже с 15-го числа ресторана должно открыться. Котовский страховый день. Блядь, что-то народов на улице много возле магазина. Это тот магазин, куда я еду, там обычно народу нет. Я и ты ни разу не стоял там на улице. Никого не ждал. Блядь, там тоже стоят, сука. Ну, в принципе, немного стоят. Так что нормально. Небольшой кружочек. Долбану. Годка благодатная сегодня. 20 градусов на улице. Солнышко, он трогал, какая высокая жесть. Что-то ее не подстригают здесь, что-то. Странно. Сейчас обратили внимание, у меня на этом шлеме камера с правой стороны. Потому что с левой стороны управление гарнитурой сена. И поэтому камеру туда ставить как-то палево. Неудобно будет, когда включать сену. Ничего не имею, да зеленый же. Японский бог, ну че вы за люди, а? Какие-то неумерные, неумерные люди. Ну что вы? Завтра поедем с приятелем на Мотодром. Немножко поаккумунироваться для меня. Как раз я испытаю этот шлем в качестве наездницы. Ножелпницы. Так называемый. Когда я в прошлый раз с ним ездил сзади с другим шлемом, это была жесть. То есть у меня башка отваливалась. Это раз. И ветер задувал ужасно сильно. Мы не должны тут проехать. Одна оба этого шлема, это его солнцезащита. Как мне ее не хватало долгие годы. Вот честное слово. Я очкарик, и мне постоянно приходилось переодевать очки. То темные, то обычные. А сейчас можно одеть одни очки и не париться больше. Плюс, конечно, пинлок. Хотя пинлок очкарику особо не поможет. Очки будут запотевать. Если только отказаться от очков. В принципе, я и без очков могу нормально видеть. Просто я уже привык к очкам, как аксессуаров на моей голове. Уже больше по инерции их ношу. Сейчас вот смотрю, просто все прекрасно вижу. Ну, вдалеке, конечно, мелкие надписи. На знаках читать трудновато. Не только вдалеке, а так нормально. Везде все идеально. Странные какие-то маневры. Давай-ка здесь проедем. Здесь ни разу еще не ездил. Посмотрим, что здесь. Куда меня это дело выведет? А, брусчаточка, блин! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, в понедельник проеду в автосалон смотреть свой мотоцикл. То есть он уже пришел, он уже стоит в салоне и ждет регистрации постановки на учет. Ну, сейчас учитывая, что коронавирус, постановка будет длиться, ну, недели 2-3, сказали мне. Ну, пока он будет там стоять, я тут на права, наверное, успею ждать. Так что все будет нормально, как раз я их не сдам на права и мотоцикл поставить на учет, и все будет замечательно. Сделаю быстренькую обкаточку. Пройду первое ТО и потом полечу к дочери. Такую строю мини-дальничок. На 500 километров в одну сторону. Куда град на тысячах. Или, может быть, совместить это дело потом с обкаткой. Как раз тысяча километров. Посмотрим. Может быть, так и сделаю. Все равно я по-первости вваливать на нем не собираюсь. Пока попривыкну, пока немножко опыта поднаберусь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok